МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жара на Кипре. Шериф разгромил аммониум. Королевы нет. В Британии траур. В Приднестровье едут за теплом. Кто к нам погреться? А Молдова сняла комедию о 92-м. Не наша история. Об этом и не только. Говорим сегодня. Вопрос дня. В студии для вас работают Виолетта Ганина, Татьяна Батуева. Добрый вечер. Поехали. Итак, Лига Европы. Первая игра Шерифа в группе. Кипр. Там буквально жара за 30 градусов. Ну а на поле было еще жарче. Полный разгром аммонии. 3-0 в пользу Шерифа. Вот как это было. Давайте посмотрим все прекрасные голы. Татьяна, а какой вам понравился больше всего гол? Виолетта, они были все прекрасные. Но я, наверное, расскажу про первый, потому что я его пропустила. Я пришла с работы, смотрю в телефон, а там уже 1-0. Ну когда они успели, я думаю. Ну когда они успели. Смотрю только вторая минута матча, а там уже 1-0. Шериф ведет. Ну и дальше как по накатанной. Ну первый гол, ну красивый был, да? Красивый, я его видела. Это было неожиданно в самом начале, когда никто не успел ничего понять. Ну там же прекрасный пас, да? Вот этот из ворот. Он летел, этот мяч, а потом раз, он уже в воротах. Ну то есть, ну просто прекрасно. В общем, они начали здорово, конечно. Приковали сразу к себе внимание. Когда увидели, что вся игра идет очень динамично, в атаке хорошей, а не обороне, то, конечно, было здорово. Да, у нашей команды было больше преимущественных моментов. На Кипре работал наш корреспондент Никита Кондратов. Наш коллега уже успел окунуться в море. Немножечко ему даже завидуем. Мы ему завидуем все тут. И он успел, кстати, нам снять и показать реакцию болельщиков. Татьяна, как вы оцениваете реакцию киприотов? Судя по тому, как развивался матч, да, во-первых, и перед матчем болельщики, то есть перед стадионом было уже неспокойно, были какие-то песни, танцы. Ну это нормально. Судили, собирались, ну вроде бы нормально, да. В начале матча объявили минуту молчания, траур по Елизавете Второй, да, мы еще об этом сегодня поговорим. Киприоты кричали. Ну понятно, что первый гол Шрифа заставил их всех замолчать, потом второй гол, наши пенальти, и следом просто какая-то непонятная реакция. Арбитру что-то прилетает в голову. Похоже, бутылка воды. Останавливают матч, да. То есть это, ну что-то было такое из ряда вон выходящее. Форс-мажор, остановили матч, думали, что вообще будет техническое поражение. И когда две команды уходят с поля, непонятно, что происходит, будет ли вообще в принципе дальше игра. Очень хотелось посмотреть, потому что команды играли очень динамично, и было бы обидно, если бы все прекратилось прямо сейчас. Ну то есть такая буря эмоций на самом деле. Даже табло на поле. Не успели среагировать. Не успевали реагировать за нашими мячами. Не знаю, была ли это специальная или какая-то техническая задержка. То есть счет появлялся не своевременно. Никита нам показал, что даже среди болельщиков не было единственного. Та тоже были разборки, что происходит. То есть пытались выяснить, кто себя так повел. А потом было предупреждение о том, что если это повторится, то игра остановится. Ну в общем, вот без этого скандала не обошлось, но и игра автоматически стала, конечно, зрелищей. Что больше всего поразило, это что, ну понятно, ну проигрывайте, ну 3-0. Ну понятно, один ваш гол не засчитали. Опять же, Вар на нашей стороне был. Но матч еще не закончился, болельщики вставали, уходили с трибун. Мне кажется, ну команде просто очень обидно, очень обидно, конечно так. Ну а сразу после игры, когда было понятно, что наша команда победила, причем так здорово, 3-0 в сухую. Возгром. Да, и гиприоты проиграли. Президент Вадим Красносельский поздравил, несмотря на то, что это было поздно ночью в телеграм-канале. Он же всегда смотрит, всегда смотрит. В телеграм-канале сразу появился поздравительный пост. Да, Вадим Красносельский написал, это был цитата, «Закрученный, непредсказуемый сюжет и хэппи-энси». Распольчане сделали эту игру. Успех Шрифа уверенный и честный. А еще что преднестровский футбол становится настоящим брендом. Ну, а мы согласны. Шриф сейчас первый в таблице. Меньше чем через неделю у нас игра с Манчестер Юнайтед в Кишиневе. Конечно, билетов нет, их раскупили вчера за 25 минут. Кстати, МЮ накануне проиграл Реал Сосьедаду. Ну да, Манчестеру было вчера не до футбола, потому что накануне пришли печальные новости. Букингемский дворец сообщил, что ушла из жизни королева Елизавета II. В Британии траур, он продлится 10 дней. Такой протокол, когда умирает монарх. Накануне об этом писали все мировые СМИ. Виолетта, как думаете, почему эта тема так всполошила всех? Ну, понятно, королева. Теперь будет король, кстати. Назавтра даже запланирована уже коронация. Принц Чарльз взял имя Карл III. Ну, мы видим, да, что по написанию, наверное, это Чарльз, Карл, это как бы, в принципе, одно и то же. Вообще королевская тема, конечно, она всегда была людям интересна. Все за ними следили. Это красивые свадьбы. Да даже подумай, сколько Елизавета правил, наверное, больше всех королев Англии. 70 лет на посту королевы. Сталина застала. 16 премьер-министров от Черчилля до Листрас. Она и объявила о смерти королевы. Насчет тайн, кстати, согласны. И эти фразы все. Королева умерла, да здравствует король, бог храни короля. Кстати, у британцев в гимне меняются слова. То есть вместо бог храни королеву теперь будут петь бог храни короля. То есть по протоколу даже такое предусмотрено. Да и на банкнотах теперь все поменяется. Уже будет не Елизавета, уже будет Карл Чарльз. Третий. Он же. Да. Сегодня дали 96 залпов из королевских пушек. Столько было Елизавете II. Все 10 дней траура расписаны. Со стороны, конечно, наблюдать за этим интересно, потому что это красивые церемонии. Это очень такой, наверное, выдержанные какие-то правила. Вот эта чокорность британская традиции, которые видны как раз, когда происходят такие события. Еще символизм. Вчера увидела фото в соцсетях. Пока люди ждали сообщения о том, что же все-таки случилось с королевой, над Декингемским дворцом была двойная радуга. Представляете? То есть это передача власти от одного монарха к другому. Вот такие королевские дела. Ну, а мы вернемся в Приднестровье. В Приднестровье за теплом. В холода к нам приезжают из Молдовы. Переезжают жить. И почему так происходит, сейчас узнаем у нашей гости. С нами на связи Лидия Зарилы. Жительница сейчас уже Бутера. А прежде она жила в Молдове. Вот здравствуйте, Лидия. Здравствуйте. Так, расскажем о вас немного нашим зрителям. Мы узнали, что вы уже почти год живете в Приднестровье. И сами до этого жили в Шарпенах. Это в Молдове. И главная причина переезда – это высокие цены на коммуналку в соседней стране. Расскажите, и как вам разница? Вот вы получили первый счет у нас. И какие впечатления? Впечатления? Как бы очень такой аховые. Потому что видно очень большая разница между той ценой, которую мы там давали за коммунальные услуги, и здесь. Разница очень большая. Даже больше тысячи леев. Больше, чем тысячи леев? Да. Это был целый такой спектакль. Мы с мужем пошли оплативать вот это все, коммунальные услуги в банке. И мы не поверили. Сказали девушке там, чтобы пересчитала еще раз, потому что что не так. И спрашивали, вы взяли за газ, взяли за воду, за электричество. Может, что-то пропустили и не заметили, чтобы пересчитали еще раз. Потому что не поверили, мы не экономили, газ все время, как бы, тепло в доме было, целый месяц, не выключали его совсем. Поэтому мы думали, что будет намного больше оплачивать деньги. А когда вы жили в Молдове, то приходилось экономить. Даже ваш муж рассказал о том, что когда чайник ставили кипятить, то ждали, чтобы он как можно... Вот он закипел, и сразу выключились, только чтобы сэкономить. Вот такая была жесткая экономия, это так? Конечно, если закипел чайник, то все, выключаем, и побыстрее, чтобы газ не уходил. Все-таки привычка эта остается. Экономить. Да, мы знаем, что... У нас все остается, эта привычка еще от нас не уходит. Не ушла. Мы знаем, что вы сейчас живете в своем доме, у вас есть сад, огород, и когда приехали, расчищали сад, и собрали целую кучу дров. Ну, мне кажется, сейчас это такое богатство уже, на хорошую сумму денег. Продавать не собираетесь в Молдову? Нет у вас заказов еще? Ну, там сейчас цены на дрова баснословные. Мы не собираемся это продавать, у нас это, наверное, еще осталось в крови, то, что надо еще ставить там, чтобы было, не дай бог, если что, если как-то, что пусть будет. Это, наверное, осталось вот это вот, то, что мы там жили, и все время надо, чтобы дрова были на зиму, чтобы, не дай бог, что-то выключится, и не будет, или нет. Ну, так-то у вас в доме и есть и газ, и отопление, и, по сути, вам дрова не нужны, это вот просто привычка экономить, так? Правильно, да. Ну что ж, мы знаем, что семья у вас многодетная, у вас четверо деток, и самую младшенькую вы решили родить здесь, в Приднестровье. Почему сделали именно такой выбор? В прошлом году мне делали операцию, мне должны были делать в Кишиневе, так получилось, что сделали в Кирасполе, ну, в Приднестровье. И было очень хорошо, люди относились не так к Кишиневе, я во многих больницах была, у меня такое здоровье. Есть с чем сравнить, да? Да, я сталкиваюсь часто, поэтому я решила рожать здесь, и я не жалею об этом, врачи оказались замечательно. Понятно, что вы переехали, здесь все новое, что и люди окружают новые, и условия новые, а как вас встретили? Ну, вы знаете, когда мы переехали сюда, родственники смогали, нам говорили, что, не знаю, во всей Приднестровье, но в Бутаре люди такие не очень дружелюбные. Но мы не заметили, не почувствовали это. Наоборот, люди, даже когда мы переехали, приходили люди, соседи, там, с миской чего-то, с кустом теплого хлеба, вы только что переехали, в Балерий, пока не едете, вот нам помогали. Ну, как бы, вот это еще присутствует, вот это все, когда еще было в Приднестровье Союзе. Доброта, вот это, то, что там у людей этого есть, но не так часто появляется. Скажите, а вот у вас там остались и кумовья, и родственники, они что думают по поводу вашего переезда? Не отговаривали вас? Может, хотят к вам уже? Они были летом у нас все, когда мы кресили дочку, и им очень-очень понравилось. Летом даже приходили не к шоссе, но у Мистера, а приходили к нам, чтобы мы пошли к Мистере и отдохнули там. Настало время задать вопрос дня. По правилам нашей программы у вас 30 секунд на ответ. Итак, Лидия, что больше всего вам понравилось у нас в Приднестровье? Люди. И, наверное, больше не скажешь. И лучше не скажешь. И 30 секунд не надо. Спасибо вам большое. Спасибо. Рады вам, и пусть вам у нас живется хорошо. Всего вам доброго. Спасибо, и вам хорошего дня. Тем временем в Молдове сняли кино о 92-м. И это комедия о войне в Приднестровье. «Карбон» так называется фильм, в переводе – уголь. Так называют обгоревшего человека, которого находит главный герой. Главный герой – это комбатант. По словам автора, на сценарии его вдохновил отец, который как раз и воевал против приднестровцев в 92-м. Идея такая, что, мол, на войне не все так грустно, можно посмеяться. Есть даже трейлер. Конечно, кажется, что фильм вообще не из нашей реальности. Романтичная такая история. Виолетта, как вам такой подход к истории? Ну, зная, кто спонсор этого фильма, да, это и местные Минобороны, и МВД, Республики Молдова, Румыния, США, Швейцария. А фильм вообще повезут в Испанию. Он посвящен этот фильм комбатантам. Тем людям, которые приходили в мирные города в Приднестровье убивать мирных людей. Поэтому, ну, тут, в общем-то, и так все понятно. Да, и весь год этот посвящен комбатантам в Молдове. И год посвящен комбатантам. И учебный год они начали с того, что вот эти люди, которые убивали мирных жителей, приходят в школы к детям. Я не знаю, что они там им рассказывают. Там используют такие приемы, которые искажают историю. Но, возможно, именно это и есть цель этого фильма. Давайте послушаем, что говорит наш политолог, депутат Верховного Совета Андрей Сафонов. Ну, я так понял по сюжету, по отрывкам, что обе стороны показаны какими-то безнадежными неудачниками, которые, в общем и целом, перспективы никакой не имеют. Здесь, конечно, никакого героизма там никто показывать ни с чьей стороны не будет. Это уже видно по трейлеру. Ну, а для чего это делается? Может быть, с одной стороны, тоже для пропаганды. Потому что, как раньше говорили, бить смехом – это одна из наиболее значимых. Но фишка в другом. То, что Кишинев сейчас усилил свою, допустим, пропаганду, я говорю не об этом фильме, а о таких вот выходках, это доказывает только одно. Там забита линия надолго вперед. Эта линия, она идет в сочетании с закупками оружия, с заявлениями в пользу Запада, в его глобальном противостоянии с Россией в геополитическом смысле. И я думаю, что это долгосрочная программа. Однозначно. Ну, что можно сказать точно, да, это точно не наш фильм, хотя и правды в нем немного есть. Ну и о новостях. Одна из популярнейших сегодня – это то, что AirMoldova возобновила полеты в Москву, прямые, те, что не через Ереван. Хотя они тоже сохранились, и пока известно, что с 1 октября будут возобновлены эти прямые рейсы. Самолеты туда не летали с конца февраля. Билеты уже появились, да, узнали цену 400 евро, но дороговато, мне кажется, для полета в Москву. Ну, понятно, что это может быть единственная возможность для кого-то, будет вернуться домой или полететь к детям, кто учится там и так далее. Понятно, что и транзитные рейсы сохраняются, да, и экономика Армении не пострадает от того, что возобновит AirMoldova полеты в Москву. Ну, посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация. Будем держать кушу наших зрителей. Полетят ли самолеты с 1 октября из Молдовы в Москву. А у нас на этом все. Для вас в студии работали Виолетта Ганин и Татьяна Батуева. Всего вам доброго, хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова